Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, наш телефон 265-45-00. Звонить можно прямо сейчас. И к нам зазвонился еще один телезритель. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня вопрос следующего характера. Почему закрывают детский сад в Ермолаево на 4 месяца? Ну вообще летом у детских садов действительно есть отпуск, но он не такой длинный. Сейчас еще, конечно, рано. А вам как объясняют это? Моим ребятишкам это объясняют. У меня тяжело. Моим ребятишкам объясняют о том, что на профилактику. А профилактика в связи с чем? Не знаю. Без объяснений. То есть вас до начала летних каникул оставили без места в детском саду? Я так понимаю, что это какой-то форс-мажор, потому что еще весна. Нет, это каждый год так. Вы обращались в управление образования? Нет. Вот хотелось бы этот вопрос задать в отдел образования. Ну, вы можете это сделать в любой будний день, но, к сожалению, сейчас будут праздники, и прямо завтра вы ответ на свой вопрос вряд ли сможете получить. Ну, и мы, собственно, тоже. Но мы эту тему возьмем на заметку. И сейчас я напомню, что 265-45-00 наш телефон. Вам спасибо за ваши звонки. Вы можете сообщать к нам в эфир и свои новости тоже, и также на смс-сервис на номер 9020, начале ТВК, затем пробил и текст. Еще две минуты полезной информации. Мы продолжим. Я в интернете прочитала абсурдное предложение Юрия Турова, депутата, по поводу убрать прачечные из детских садов. Товарищ просто не понимает, какой объем белья стирается там ежедневно, и во что это выльется, если это возить в городские прачечные. То есть экономия, предлагаемая им, ну, убрать костеряншую и прачечных, она просто будет неоправдана. А вы там работаете? Я работала в детском саду с прачечной, я знаю, что это такое. Спасибо. Действительно серьезная проблема. Интересно, а где тогда стирать детям белье в каких-то централизованных местах? В садике будут куда-то возить белье. Это огромнейший нужен будет прачечный комбинат. Ну, здесь сэкономим, значит, будут тратить эти деньги на бензин, видимо. Спасибо вам большое за ваше замечание. Мы постараемся проверить эту информацию.